Жаркая погода продлила купальный сезон. Все бы ничего, но жертв на водоемах становится все больше. Только за август утонуло 14 человек. Почти все из них погибли в состоянии алкогольного опьянения. Как спасатели борются за безопасность отдыхающих? И какие штрафы ждут тех, кто рискнет развести огонь в лесополосе? Об этом, а также о готовности противопожарных систем курских школ к новому учебному году говорили на заседании комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Подробнее расскажет Юлия Белякова. Спасатели уже в 11 утра на водоемах города. Более 300 оперативных групп патрулируют и несанкционированные, и оборудованные пляжи. Задача еще раз напомнить курянам правила безопасности на воде. В этом году на реках погибло уже 47 человек. Почти все они употребляли спиртное на пляже. Не дают спуска спасателям и любителям отдохнуть в лесу. С учетом введенного противопожарного режима в лесополосу нельзя даже заходить, не говоря уже о разведении костров. Штрафные санкции на граждан увеличиваются вкратно и составляют от 2 до 4 тысяч рублей. На должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей и на юридических лиц от 400 до 500 тысяч рублей за несоблюдение требований пожарной безопасности в этот период. До сих пор в регионе работают 11 лагерей. Это почти 2 тысячи детей. Там пожарную безопасность, помимо спасателей, обеспечивают еще и добровольческие бригады. Детский отдых проходит без чрезвычайных ситуаций. На такой же результат сотрудники МЧС нацелены и в День знаний. Продолжается проверка готовности школ к учебному году. 90% уже принято. На что мы всегда обращали и сегодня обращаем внимание. Безусловно, это на исправное состояние системы обнаружения, это автоматическая пожарная сигнализация, это наличие системы оповещения и эвакуации, это наличие первичных средств пожаротушения. Серьезных нарушений нет. Мелкие недочеты должны быть устранены к 17 августа. Это последний день приемки школ.